Здравствуйте, уважаемые путешественники, будущие, настоящие, бывших путешественников не бывает. С вами компания Дом в дорогу, меня зовут Константин. У меня сегодня очень хорошее настроение, потому что я буду вам показывать и рассказывать о 720 серии прицепов Хобби. Вот этот вот красавец к нам поступил позавчера. Он называется Хобби Престиж 720 ВКЮЦ. Этот прицеп 21-го модельного года. Сейчас у нас 20-й год, а этот прицеп 21-го модельного года. Этот прицеп один из первых, который пришел с конвейера и приехал к нам сюда, на нашу площадку. И мы сейчас посмотрим, чем отличается 21-й год модельный от 20-го. В основном, конечно, упор был сделан на дизайн, но я немножечко забегаю вперед. Итак, этот прицеп называется Хобби Престиж 720 ВКЮЦ. Давайте начнем с названия прицепа. То есть, каждое слово, каждая буква, каждая цифра в названии говорит о том, что это прицеп, и даже немножечко рассказывает о его планировке. Итак, Хобби – это название бренда. Хобби. Престиж – это престижный прицеп. Это, как правило, широкие 2,5 метра, большие прицепы. То есть, серия престижная. Круче нее бывает только премиум. Это как бы предыдущая серия. Престиж. Ну, до Престижа есть XLN, Deluxe, On Tour самые простенькие. Это престижные прицепы. 720 – это внутренняя длина прицепа. Не внешняя вот с этим вот фаркопом, а именно внутренняя длина прицепа – 7 метров 20 сантиметров. И этот, и этот прицеп называются Хобби Престиж 720. И у этого прицепа внутренней длины 7 метров 20 сантиметров. А вот теперь буквы. Этот – WQC, а этот – KWFU. Что означают эти буквы? Ну, вот давайте про этот расскажу. K – Kinder. Это значит, у него есть двуспальная кровать детская. W – это значит, у него отдельный душ. F – WFU. F – это значит, у него французская кровать. Кровать, которая придвинута к стенке. И U – это U-образное расположение сидений на кухне. Этот прицеп. У него буквы после цифры 720 – W, Q, C. W – отдельный душ. Q – Queen – королевская кровать, проходы слева и справа. И C – C-образное расположение на кухне, вот этих сидений вокруг стола. То есть, у этого прицепа U-образное, вот оно вот так и так идет. А у этого C-образное, так и так. И еще вот небольшое есть сидение еще для одного, ну, так называемого, члена застолья, скажем так. Ну, сейчас речь пойдет вот об этом прицепе. Хобби Prestige 720 WQC. Сначала я расскажу, как всегда, снаружи об этом прицепе. А потом мы зайдем внутрь и будем наслаждаться планировкой 2021 года. Мне не терпится туда зайти. Но все равно снаружи есть о чем рассказать. Итак, поехали. Конечно же, система Truma Duo Control. Для тех, кто не знает, это самая главная зимняя дополнительная опция. Дело в том, что в движении газовые баллоны всегда должны быть закрыты. В движении отопления у прицепа нет. Но мы же хотим путешествовать зимой. Тем более зима это самое красивое и самое интересное время года для путешествий с прицепами. И для того, чтобы отапливать прицеп во время движения, а нам это необходимо, чтобы не замерзла вода в баках, для этого предназначена система Truma Duo Control. Это крэш-датчик. Если вы попадаете в ДТП, мгновенно этот прибор перекрывает газ, и у вас вероятность взрыва сводится к нулю. Потому что если в момент ДТП у вас вся система под давлением, значит, соответственно, вероятность взрыва сильно увеличивается, взрыва, пожара и так далее. Значит, помимо этого, вот этот отсек оборудован так называемыми фильтрами тяжелых фракций. Что это такое, для чего оно нужно, мы убедились во время нашего прошлого арктического путешествия. Мы поняли, что без этих фильтров тяжелых фракций зимой в сильный мороз путешествовать, ну, скажем так, не очень хорошо. Дело в том, что в баллоне зимой формируются очень-очень маленькие микроскопические капельки влаги. И они попадают в газовую магистраль, и с большой скоростью они проходят по этой газовой магистрали, и там, где поворот газовой магистрали на 90 градусов, они бьются в стенку и налипают на нее. И вот где поворот, создается ледяная пробка. И таким образом у вас в определенный момент времени зимой газ может перестать поступать на систему отопления, на буф-бойлер, холодильник и другие потребители. И вы банально остаетесь зимой без газа. А где эта пробка, вы не знаете, потому что вот этих поворотов очень много. И вот один из, я уже не раз это рассказывал, один из наших караванеров как раз попал в такую ситуацию. Я не знаю, каким образом он обнаружил, но все-таки он феном определил, где пробка, и смог разморозить это дело. Ну, это случайность, ему страшно повезло, что он нашел это место. Вот, и чтобы не было вот таких вот ледяных пробок, вот предназначены вот эти вот фильтры тяжелых фракций. Вот эта капелька, это называется тяжелая фракция. И тогда у вас не будет вот этих вот ледяных пробок. На это нужно обратить внимание, эти фильтры, они практически ничего не стоят. Ну, там рублей 700, кажется, каждый стоит, но они нужны. Ну, дальше здесь ставится второй баллон. Это у нас приемник для серой воды, который мы используем в основном за границей. Ну, и, собственно говоря, вот такое вот багажное отделение. Пошли дальше. Значит, вообще этот прицеп нафаршированный. У него практически стоят все доп. опции, которые только могут стоять в прицепе. В нашем сервис-центре будут установлены буквально через два дня кондиционер, спутниковая антенна. Сейчас установлена маркиза и в этом прицепе установлен мувер. Вообще, что такое мувер? Значит, сейчас я вам покажу одну штучку. Вот это пульт дистанционного управления. Похож на игрушку, не правда ли? Ну, по большому счету игрушка. Значит, с помощью вот этого пульта мы управляем прицепом без тягача. То есть мы нажимаем на кнопку, он вот сюда вперед. Так, нажали, он едет вперед. Нажали назад, он едет назад. В одном из видео обзоров я прям показывал, как он ездит вперед-назад. Вот хотите, чтобы он повернул направо, он сам поворачивает налево. Хотите, чтобы он повернул налево, он сам поворачивает налево. Ну, честно говоря, без крайней необходимости я не советую ставить этот мувер. Но он ставится только в определенных случаях. Или если вам уже много лет и сил уже не так много, а иногда нужно его там подтащить куда-то этот прицеп, а вы один, вот бывают такие ситуации, конечно, тогда мувер для вас штука незаменимая. Либо вы храните прицеп дома фаркопом к какой-то стене. То есть, ну, представьте, вы возвратились с путешествия, уставшие, приехали домой, а вам нужно отцеплять тягач, и еще его затягивать руками вот к этой стене, чтобы его припарковать правильно. Конечно, фаркоп, вот этот вот мувер в этом случае незаменим. Но у мувера есть еще минусы. Сейчас я положу ее. Когда мы путешествовали в Грузию, у нас был один случай, благодаря которому мы остановили все движение на военно-грузинской дороге на 2 часа. Дело в том, что установка мувера, во-первых, мувер, если вы хотите покупать, нужно покупать только хороший фирменный, никакого китайского, нежелательно польский, а хороший фирменный мувер Трума. Мувер должен быть установлен правильно, профессионалом, а не дилетантом. И все крепления должны быть очень сильно затянуты. Потому что в случае попадания камня, если вы едете по плохой дороге, может сместиться балка, которая соединяет левые и правые стороны мувера. И мувер может пойти на перекос и сживать вам всю резину. Вот такой случай у нас был. Это первый недостаток мувера. Ну что значит недостаток? Нужно просто у мувера иметь хорошего качества и желательно не использовать его в плохих дорожных условиях, где очень много камней. И второй его недостаток, он тяжелый. Все-таки 80 килограммов полезной нагрузки вы забираете у прицепа, и грузоподъемность прицепа уменьшается тоже на 80 килограмм. Поэтому к муверу нужно относиться очень серьезно и ставить его только в случае крайней необходимости. Это о мувере. Ну так, пошли дальше. Естественно, у него установлена маркиза у этого прицепа. Сейчас у нас выдвинуть нет возможности ее, но она выдвигается аж вот сюда. Вот где я стою, до этих размеров. Выдвигать ее нужно вручную. В американских, конечно, здорово. Вы нажали на кнопку, она сама вышла. Никаких тут палок нельзя ставить, да и плюс еще поддул сильный ветер. И в американском прицепе маркиза закрылась сама автоматически. Здесь, конечно, если поддул сильный ветер, нужно утром проснуться, вернее, тогда, когда поддул сильный ветер, проснуться и ее автоматически закрыть. Значит, поехали дальше. Ну, с 2020 года передок у этого прицепа имеет вот такой вот вид. Вот это более ранняя модификация. Видите, это KWFU. Вот у него фонари расположены так, а у новых прицепов фонари расположены немножечко по-другому. И пространство для того, чтобы здесь закрепить велосипедные подставки. Вот такие, как в этом прицепе. Идем дальше. Здесь у нас, раньше это была доп. опция, сейчас это уже основная опция. Это, если ваш супруг или ваша супруга отдыхают на кровати, лежат, спят, а вам нужно что-то достать из-под кроватного пространства. Не нужно его будить, чтобы он вскакивал и ругался. Достаточно тихо открыть вот этот ключок и достать все, что вам надо. Это дверка кассеты биотуалета. Заливная горловина водяного бака. Здесь будет стоять два бака. Сейчас пока один. Мы будем на следующей неделе устанавливать еще второй. Значит, Трума Комби 6Е у этого прицепа установлена. Вообще, всего существует три системы отопления. Это самая первая, Трума 3004С. Затем пошла Алде. Это самая крутая, самая навороченная, но и самая дорогая. И на замену Алде пришла Трума Комби сначала 4, а потом 6Е. То есть, это то же самое, что и Алде, только дешевле на 40%. И единственное отличие между Алде и Трума, то что у Трума 6Е воздух выходит из рефлекторов, а у Алде жидкостная система отопления, там стоят батареи. Но Трума Комби 6Е настолько качественно сделана, что в комфорте, в климатическом комфорте, совершенно нет абсолютно никаких отличий между Трума и Алде. Ну, кому что. Кто-то, может быть, действительно хочет только Алде, но это стоит гораздо дороже. Итак, мы провели краткий, ну или не краткий, мы провели полный обзор снаружи этого прицепа. А теперь мне не терпится показать вам, что внутри. Там так много нового, так много интересного, что я сейчас буду, наверное, очень-очень долго рассказывать вот об этом прицепе. Пошли. Итак, Хобби Престиж 720 WQC. Мы специально дождались сумерек, чтобы подчеркнуть световую гамму, световой дизайн внутри этого прицепа. И вообще, мне очень интересно рассказать про прицеп 2021 модельного года. И тут есть что рассказать, потому что дизайнеры Хобби, они в основном в 2021 модельном году сделали упор на дизайн прицепа. Давайте посмотрим это чудо. Итак, Хобби Престиж 720 WQC. Этот прицеп идеален для путешествий вдвоем, хотя здесь по документам может расположиться 4 человека. То есть прицеп официально для 4 спальных мест. Но я считаю, что прицеп не для многодетной семьи, а для молодой супружеской пары, у которой еще нет детей и которая хочет, допустим, попутешествовать сначала вдвоем. Либо для солидной супружеской пары, у которой дети уже выросли, уже есть внуки, которых они изредка берут с собой, и они спят вот на этом месте. Но все-таки, если вы семья, у которых двое или трое детей, вам лучше семейный прицеп с детской комнатой, с двухъярусными кроватями. И у этого прицепа в аббревиатуре, как правило, присутствует буква K. 545 КМФ, 720 КWФУ. То есть с буквой K, Kinder, это говорит, что у прицепа есть либо двухъярусная кровать, либо детская комната. Почему этот прицеп лучше использовать вдвоем? Потому что, если, допустим, здесь постоянно будет кто-то спать, тогда, проснувшись утром, вы будете ждать, пока этот человек проснется. А вечером, чтобы этот стол-трансморвер превратить в кровать, нужно все убрать со стола. Поэтому этот прицеп идеален для двоих. Тимур, переведи, пожалуйста, в гимной режим. Кровать. Вот видите, мы ее так складываем, и получился довольно-таки очень большой просторный проход. Неплохое решение. И давайте посмотрим багажное отделение этого прицепа. Тимур, приоткрою чуть-чуть, покажем, что туда можно слона положить. Вот. Обратите внимание, как здесь много места. И есть лючок наружу. Вот, кстати, бак для воды. Есть лючок, с помощью которого мы можем что-то класть или что-то вынимать из этого багажного отделения. Не тревожат человека, который отдыхает на этой кровати. Ну, теперь посмотрим то, что называется W. Это так называемый, ну, от слова Wasser. Вода. То есть, отдельная душевая, не просто отдельная душа, отдельная душевая кабина, где можно закрыться, допустим, и приводить себя в порядок. Конечно, вот эти вот черно-белые тона. Кстати, отделка этого прицепа, это такое ощущение, что они взяли все самое лучшее из всех серий прицепов Хобби. Вот, допустим, вот эти вот глянцевые поверхности, это взято из серии Excellent. И вот эти вот белые глянцевые поверхности, они всегда будут такие. Никаких трещин, никакого изменения цвета, они никогда не пожелтеют. Я не знаю, из какого материала это сделано, но они будут всегда вот такие вот новые, потому что вот эта вот отделка, она очень качественная в этом прицепе. И что еще бросается в глаза, это зеркало установлено вот под таким углом. Для чего это сделано? Ну, мы не можем зеркало расположить в полный рост, так, чтобы видно было всего человека. Но если мы под углом расположим это зеркало, мы видим всего себя. То есть, допустим, мы готовимся, мы приехали, допустим, в Вену, хотим идти там в Венскую оперу, нужно привести себя в порядок. И вот женщина, которая себя приводит в порядок, она видит себя с помощью вот этого вот угла в полный рост. Кстати, Слава из Америки недавно хвастался, что только в американских прицепах на заводе ставят держатели для туалета. В европейских тоже Славик. Ставят держатели для туалетной бумаги. Вот они. Ну, и сам туалет Тетфорд. Вот он такой. Вот, кстати, завод положил химию жидкую сюда. С помощью этой химии. Химия синего цвета. Значит, выливать можно только в септике. На травку зеленую нельзя выливать. Бывает точно такая же зеленая химия, но она не пахнет духами, как эта синяя. Но можно сливать ее на зеленую травку. Это нельзя. Хотя запах такой, как будто я нахожусь сейчас в парфюмерном магазине. Вот такие вот шкафчики. Кстати, видите, подсветочка. Такая вот красивая внизу. Мягкая такая. Вот здесь вот шкафчик. Как раз вот для этой химии. 220 розетка около туалета, наконец-таки, для подзарядки телефона или чего-то еще. Здесь вот такой вот большой шкаф для хранения туалетных принадлежностей. Душ. И, наконец-то, они перестали забывать ставить крючки в ванной. Потому что в некоторых прицепах просто забывают их прикрутить. А здесь вот уж раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть крючков. Ну, очевидно, вот это вот для полотенца. А это для какой-то одежды. Не знаю, для пижамы или для верхней одежды. Вот в спальне расположены вот такие вот крючки. И вот смотрите, какая дверь глянцевая. Она не просто белая, глянцевая. Это специально так сделано. И на дне вот такие вот светильнички. Для чего эти светильнички сделаны? Они падают на глянцевую дверь, на белую. И создают еще больше света в спальне. Вот, смотрите, вот я сейчас отойду. Смотрите, какое отражение идет от этой двери. И такое ощущение, что кругом один лошной свет. Ну, сейчас у нас сумерки. Из окон такого яркого света нет. Но достаточно вот много света. И свет очень мягкий. Его можно еще регулировать с помощью диммера. Сделать его слабее или сильнее. Дальше. Это один из немногих прицепов, где есть аж целых два шкафа. Вообще, с поверхностью, с такими вот вещами для багажа, здесь просто шикарно. Тут фактически можно 10 багажников автомобиля засунуть. То есть, слева шкаф с полками, а справа шкаф для верхней одежды. Для костюмов, для платьев, для шуб и так далее. Дальше здесь вот еще один шкаф. Ну, очевидно, для обуви. Для старой какой-то. Или для которой мы мало используем. Это у нас еще один шкаф для обуви. Вот в этом шкафчике никогда в жизни не было вот этой полки. И, наконец-то, они начали делать полку так, что здесь можно что-то положить в два ряда. Ну, раньше тут, конечно, был телевизор. И здесь можно было расположить там кассеты, потом компакт-диски. А сейчас уже, когда все носители у нас либо на флешках, либо на сервере, либо на жестком диске, здесь можно придумать что-то, что тоже сюда можно, допустим, положить для хранения. Ну, какой-нибудь там плеер, чтобы он не здесь валялся, а внизу был спрятан. И место для повседневной обуви. То есть, это ноу-хау начали делать буквально два года назад. Вот в автодомах место для обуви обычно под полом, в каких-то крышках. Крышку поднимаем напольную и внизу складываем обувь. А здесь вот это место для обуви здесь расположено слева, чтобы не было вот этого нагровождения. Знаете, как в некоторых домах мусульманских там гора этой обуви валяется. Да, мы через нее приступаем, идем дальше. Здесь такого нет. И гардероб для верхней одежды очень удобно зимой. То есть, вошел в какой-нибудь шубе, в тулупе, в дубленке из зимней сказки, повесил на крючок или на плечики и пошел сюда отдыхать. Отдельного внимания заслуживает кухня. Кухня здесь огромнейшая. Очень хорошо продуманная. Просто невероятно большая. Я такой кухни ни в одном прицепе не видел. Еще обратите внимание. Вот здесь вот мертвая зона. Вот попробуйте сюда засунуть, ну, внутрь, естественно, засунуть какую-нибудь кастрюлю, какую-нибудь сковородку или что-то еще. Вот нужно чуть ли не всему туда залазить, только чтобы одна задница торчала и там что-то там искать. И вот смотрите, как сделано. Обратите внимание. То есть мы спокойно кладем и наша кастрюля заезжает вот аж туда, вот в тот угол, вот в ту дальнюю мертвую зону. Обратите внимание, как здорово здесь сделана кухня. Ну, естественно, кухонная вытяжка, большое количество шкафов, полок, больше, чем у меня дома, да? Вот здесь вот всего много. И отдельного внимания заслуживает вот эта новая духовка Тетфорд. Вот год назад в Дюссельдорфе я сделал отдельный видеообзор об этой духовке. Она не трехкомфорочная, это четырехкомфорочная конфорка и здесь даже расположен электрический вот этот вот нагреватель. Допустим, чтобы не тратить газ, а у вас есть электроэнергия дармовая, которую вы берете с кемпинга, вы готовите еду на вот этой электрической конфорке. И два отсека для приготовления пищи. Вот это вот так называемый гриль, да, а это общая духовка. Конечно, кухня в этом прицепе самая лучшая, наверное, в мире. Я даже в американских таких огромных кух... Ну, хотя нет, в американских все-таки они где-то такие же. Ну, чтобы в европейском такая красота была, это впервые. Кухня огромная. И вот S-образный... То есть этот прицеп WQC. Это значит вот этот вот как бы завиток. Это называется С. Если бы его не было, то этот прицеп назывался WQU. Но это прицеп WQC. То есть здесь можно поместить раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь человек. Вот такая свадьба из семи человек может здесь, за этим столиком находиться. И этот же столик превращается в кровать. Вот давайте сейчас Тимур нам покажет, как это делается. Кстати, очень быстро это. Ну, буквально, вы не знаете, за минуту мы все это превращаем в кровать. Так. 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 И так. И вы посмотрите, какая прелесть у нас получилась. Да? Давайте... Вот здесь два человека размещаются, и здесь два человека размещаются. Дальше давайте их отделим друг от друга. То есть вот так мы отделяем один отсек. Здесь магнитик. Вот. Вот так мы отделяем один отсек от другого отсека. Да? Четыре спальных места. Но все-таки мое мнение, что этот прицеп все-таки для двоих. Где изредка могут с собой, можно с собой взять внуков или там друзей. Это все-таки не семейный прицеп. Семейный прицеп с буквой К. КМФ, К-ДУ-ДУ-В-ФУ. И так далее. И вот смотрите еще... Это чисто у серии Престиж. Вот такие вот полочки, где можно... Вот премиум, какой бы ни был, он крутой, крутая серия, там дорогая, фиг знает сколько стоит. Но вот у премиума таких вот полочек, куда можно положить мелкие вещи, нету. А в Престиже вот эти полки есть. Конечно, это очень здорово и очень удобно. Ну и, конечно, огромное обилие вот шкафов. Вот, кстати, колпаки лежат от прицепа. Еще одни колпаки. Ну да, их же четыре штуки. Да? Вот. Значит, и так, это был прицеп Хобби Престиж 720 720 WQQC Королевской C C S-образная кровать. Престиж 720 WQC А со всеми планировками Хобби вы можете ознакомиться на нашем сайте Дом в дорогу. Таких планировок аж 69. И одноосный, двухосный. Серия Даунтур Делюкс Делюкс Эдишн Премиум Престиж Чего только нет. 69 видов планировок на любой вкус. Это была планировка Хобби Престиж 720 WQC Сайт домвдорогу.ру Не забывайте о наших путешествиях, потому что тот, кто купил в компании Дом в дорогу прицеп становится путешественником. И мы с вами поедем в следующем году обязательно в Среднюю Азию, в Норвегию, в Грузию, в США с компанией Дом в дорогу очень интересно. Сайт домвдорогу.ру Дом в дорогу первая российская компания, которая не только продает дома на колесах, но и организовывает для своих клиентов коллективные путешествия с прицепами и автодомами в Европу, Азию, в Крым, Грузию, на Байкал, прямо на пляже летом, зимой за полярный круг, осенью в сказочный лес, весной на рыбалку и все это со своим собственным домом на колесах, на котором где встал там и Хилтон. Подробности на сайте домвдорогу.ру